С момента открытия многофункциональных спортивных площадок прошло около шести месяцев. Напомним, что данная реконструкция состоялась в рамках губернаторского проекта на условиях долевого софинансирования 50 на 50. За это время были выявлены некоторые проблемы, связанные с эксплуатацией одной из них. Так, например, на территории комплекса по переулку Красноармейскому 80 после обильных осадков образовались лужи, которые, по мнению горожан, возникли из-за недобросовестной работы подрядчика. Стоит отметить, что данная проблема не решена по сей день. По поручению главы администрации города Азова отдел спорта постоянно мониторит спортивные площадки, спортивные объекты города Азова. И вот сейчас мы находимся на спортивной площадке по адресу Красноармейске 80. Но, к сожалению, через некоторое время здесь произошел прогиб основания, что повлекло за собой скопление влаги, лужи появились. Но подрядчик в рамках гарантийных обязательств не отказывается, все исполнит. Поэтому мы ждем весны, как погода только установится. Здесь было два подрядчика. Один сделал основание, другой наносил резиновое покрытие. Поэтому он выйдет. И все, мы это здесь исправим. Данную площадку приведем в соответствие уже. Тут есть на этой площадке под низом коммуникации городские. Надеемся, что они все в порядке и не подмывают основания. Если будет там прорыв и подмывает основания, тогда здесь уже нужно глобально подходить, вырезать, углубляться прям до коммуникации и исправлять неисправность. Ну, сейчас вот мы с вами вышли, посмотрели, вроде бы прогиб не увеличивается. Ну, надеемся, так оно и останется. Тогда просто заменим основание и нанесут новое резиновое покрытие. Если на первом объекте выявлены небольшие недостатки, то по второму адресу Макаровского, 33, более существенные повреждения. Жители близлежащих домов по всему периметру площадки разорвали ограждение. А в одном месте совсем его убрали, чтобы через территорию спортивного комплекса беспрепятственно проходить к своим домам. Кроме этого, после новогодних праздников появилась информация о поджоге резинового покрытия при запуске фейерверков и петард. К сожалению, из-за обильного снега проверить данную информацию не представилось возможным. Сейчас ситуация прояснилась. Снег выпал и снег оплавился, да, и поэтому мы увидели, что, наверное, там под снегом будет повреждение. Ну, сейчас снег ушел, есть задымленность, есть пятно, ну, будем более смотреть уже тщательно сейчас. Посмотрим, что под низом, или это просто задымленность получилась от петарды, либо уже там глубже. Ну, буквально мы это увидим сейчас, выйдут специалисты и посмотрят, и тогда уже нам скажут, насколько там ущерб или не ущерб. Также хочу обратиться, чтобы наши жители более бережно относились к данным площадкам, не только к этим двум, а вообще к спортивным объектам города. Также и стадион Лакомова, там у нас площадки и тренажеры. И чем дольше, тем дольше у нас в городе будут данные площадки хорошего качества. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо.